Всем привет! Да, подобные ролики уже были на ютубе, но с их авторами я частично не согласен. Один из авторов под ником KingDM начал смешивать вселенные, заявляя, что Клод из GTA 3 и из GTA 2 один и тот же человек, а еще брал промо-ролик GTA 2 за канон, что в принципе не совсем правильно, да и не учел больше половины персонажей. Так что я считаю, я имею право сделать свою версию всех возможных персонажей, о которых еще можно что-то сказать. Второй канал, который разбирал данную тему, называется Владиш Рисас, надеюсь я правильно произнес. Ему, кстати, отдельный респект за ролики формата «Сколько дней длится та или иная часть GTA», кстати, я очень советую данные ролики. Но все-таки я не совсем согласен с его теориями о судьбах персонажей, да и не рассказал он о судьбе Майка из GTA Advance, о Тони Сиприане и Хуани Ли, поэтому слушайте мой рассказ. Но перед тем, как мы начнем, я хочу сказать спасибо за донат этим людям. Слушайте, друзья, мне нравятся ваши комментарии в донатах, они креативные. Я уже тут начинаю думать, может какой-нибудь конкурс провести донатов, правда надо придумать какую-нибудь службу доставки, которая доставит вообще во все страны, где у меня есть зрители. Вот с этим небольшая проблема сейчас, но может дождемся, когда немножко мировая ситуация уляжется, и мы сможем как-нибудь с вами это сделать. Что ж, друзья, если вы хотите тоже так же попасть в ролик и какой-нибудь там язвительный комментарий такой написать, то, конечно, ссылка на донат в описании. А мы переходим к теме ролика. По-хорошему, конечно, надо начать с GTA 1 и GTA London, но есть одно но. Там персонажей несколько штук, их история не будет отличаться. Поэтому скажу так, ребята подняли денег и залегли на дно. А вот про GTA 2 намного интересней. Во время выхода игры выпускали промо-ролик, который на ютубе можно найти под названием GTA 2 фильм. Кстати говоря, я его сюда не вставил, потому что он защищен авторским правом. Ну, я вам покажу несколько скринов оттуда, я думаю, так сделать можно. Так вот, в конце этого фильма главный герой погибает от рук киллера Зайбацу. Однако, я не вижу ничего общего между фильмом и игрой, так как игра сделана в футуристичном мире, а действия фильма происходят на тот момент в настоящем, то есть в 1999 году. Да и город в фильме показан Нью-Йорк, а локация игры уж совсем не похожа на этот город. Так чем же все-таки заканчивается GTA 2? В игре огромная свобода выбора. Но цель все-таки ясна, нужно набрать некую сумму денег и проходить миссии для этого вовсе не обязательно. Однако, если выполнять все задания в районе, тем самым поработая со всеми бандами, в конце концов, боссы это узнают и приезжают за нашим героем, которого, кстати, зовут Клод Спид. Разумеется, Клод уничтожает их. И так происходит три раза за игру. Из всего этого мы делаем вывод. Клод заработал денег, ослабил банды и в конечном итоге убрал всех боссов с криминальной сцены города. Вероятно, после проделанной работы Клод покидает город. И, наконец-то, навсегда завязывает с криминалом. Скорее всего, на заработанные деньги он смог купить себе дом. Но, возможно, когда-нибудь его постигнет судьба Томми Анджела. Но это не точно. Что ж, а мы переходим к 3D вселенной. Начинаем с GTA 3. Итак, как же сложилась судьба Клода? Здесь возникает сразу множество версий. Одну из них я слышал этак 7-8 лет назад. Что, дескать, все события игры это предсмертные галлюцинации главного героя. Данная теория упирается на то, что звук выстрела в финале игры очень похож на звук в начале, когда мы видели, как Каталина стреляет в главного героя. Ну и то, что игра уж очень сильно аркадна. И если мы берем эту версию как основную, то выходит, главный герой закончил свою жизнь в переулке. Есть также версия, что выстрел в финале сделали люди Сингиллионы, тем самым совершив Амерту. Версия достойная. Однако, у меня есть более позитивный сценарий. Мне кажется, Клод покидает город. Вероятнее всего, он отправляется в Сан-Андрес. Но это его родина. Но вот только с Марией или нет? Данный вопрос остается открытым. Я думаю, что все-таки с ней. И выстрел, который совершал Клод, это, возможно, выстрел в воздух или в какого-нибудь выжившего колумбийца. Возможно, это так. Не думаю, что он начал стрелять в Марию. Какой смысл он ее спасал для того, чтобы просто выстрелить. Но, однако, никто не знает даже сами Рокстар. И чем бы Клод стал заниматься? Я думаю, что, скорее всего, спустя какое-то время вернулся бы к криминалу. Сложно что-либо прогнозировать, когда у главного героя практически не раскрыта личность. Да что там, не раскрыто ее фактически и нет. Поэтому мой прогноз, что, скорее всего, опять начал заниматься каким-то мелким криминалом. Возможно, гонками. Но вряд ли он построил какую-либо бизнес-империю. Потому что сложно представить Клода на деловых переговорах. Следующий на очереди Томми Версетти. Тут все намного проще спрогнозировать. Так как мы даже с вами знаем, что на момент 1992 года Томми жив и не потерял влияние. На это указывает ролик предыстория GTA San Andreas. Увы, я не могу его сюда вставить. Иначе просто вырубят монетизацию. Так как этот ролик в шакальном качестве имеет авторские права. Вот представьте себе. Вот на ролике, где я рассказывал историю 3D вселенной. Из-за вот этого маленького фрагмента, можно сказать, я потерял монетизацию на этом ролике. Однако ролик все равно народу зашел. Ну что ж, мы с вами понимаем, что Томми Версетти стал еще более влиятельным человеком. Имеет легальный бизнес. И, конечно, занимается криминалом. Однако, не думаю, что он делает все собственноручно. Если Томми не подсел на вещества, вероятно, доживет до преклонного возраста. Постепенно уменьшаю долю криминального бизнеса своей империи. Так что, я думаю, Томми Версетти может надеяться на хэппи-энд. Ну, конечно, все зависит от того, подсядет на вещества он или нет. Все, опять-таки, зависит от него лично. А как сложилась судьба Карла Джонсона? В конце сюжета он предстает уже не нищим парнем из гетто, а влиятельным совладельцем казино, менеджером Мэддога. И собственником автомастерской в Сан-Фьерро. Однако, есть пару теорий насчет дальнейшей судьбы Карла. Одну из этих теорий я разобью в пух и прах. Так как она гласит, что СиДжея убрал сам Тони Сиприани. Основанием, так полагают, служит этот телефонный разговор после ограбления казино. Ну и, соответственно, тот факт, что Сиприани в 1990-м году в Сан-Фьерро. В 1994-м году покинул Либерти Сити, чтобы избежать подозрений на семью Леоне. Итак, давайте по порядку. Почему эта теория провальна? Первое, в GTA Liberty City Stories мы можем встретить рекламные билборды с Карлом Джонсоном. Я не думаю, что маркетологи стали бы использовать образ мертвого человека для продвижения своей продукции. Во-вторых, аннотация к Либерти Сити Сторис указывает, что Тони убрал, цитирую это слово, «made man», что на жаргоне итальянских гангстеров означает «посвященный член мафии». То есть итальянец, вероятно, занимающий высокое положение в конкурирующей семье. Карла бы не могли назвать этим словом, так как он не член итальянской мафии. Но, думаю, вы понимаете, почему. Вероятно, судьба Карла сложилась благоприятным образом. Он смог найти свое место в мире моды, музыки и продолжил развивать свой бизнес. Когда мы будем переходить в HD вселенную, мы обязательно рассмотрим отсылки, что были там на дальнейшую жизнь Карла. А на очереди GTA Advance. Как мы с вами знаем, Майк на самолете Циско покинул Либерти Сити. И, вероятно, перебрался ближе к экватору. Живет себе припеваючи в тысячах километрах от Либерти Сити. Что я еще могу про него сказать? Парень, наконец-то, полностью завязал с криминалом, имеет какие-либо деньги. Ну, я думаю, для старости ему хватит этих денег, и в криминал он уж точно не вернется. Судьба Тони Сиприани интересна. Несмотря на то, что многие считают Тони достаточно бесхаризматичным персонажем, однако, я с этим утверждением полностью не согласен. Мужичок занял высокое место в семье Леона. И после смерти босса, вероятно, что статус Дона перейдет именно к Тони. Так как Дон в итальянских мафиях избирается голосованием Капа. Вероятно, что Тони поддержит члены семьи. И заправлять делами мафии будет именно он, а не Джоуи. Так как сын Сальваторе все-таки не имеет такого уважения. Да и, скорее всего, ему самому это неинтересно. И на эту роль он никак не претендовал. Однако, даже если у Тони не выйдет стать Доном, то, вероятно, он останется на прежних ролях. Хотя это маловероятно. Так как мы с вами знаем, Антонио не будет долго терпеть приказы тех, кто ему не нравится. Поэтому я все-таки вижу его на месте Дона мафии. С Виктором Вэнсом все просто. Мы сами все видели в Vice City. Да, кто-то скажет, это не Виктор, а третий брат Вэнсов Пит. Но все-таки сами Rockstar подтвердили, что на сделке был именно Виктор. Что ж, переходим в HD вселенную. Но перед тем, как пройти по ее персонажам, посмотрим, какие отсылки в HD вселенной есть на персонажей прошлых частей. Итак, в GTA 4 подъездах можно заметить такую надпись, где написано Rip Tommy, Вик, Карл, Клод. Это означает, что персонажи уже не живы. Однако, как я понимаю эту пасхалку, скорее всего это намек на то, что это другая вселенная. И мы здесь не встретим старых знакомых. В этой же части можно увидеть такой билборд, на котором изображен Карл Джонсон. Так что, возможно, Рокки хотели намекнуть, что у СиДжей в 3D вселенной все сложилось хорошо. Хотя это противоречит прошлой пасхалке. Ну, вы сами все это понимаете. В GTA 5 есть отсылка на миссии сафари на районе. Помимо трех человек на велосипедах, покидающих Гроуф Стрит, в разговоре между Франклином и Ламаром можно услышать это. Все это намекает на то, что в HD вселенной был свой аналог Гроуф Стрит и свой Карл Джонсон. Короче, вот такая вот отсылка. Кстати, Джимми тоже, когда тусит с Франклином, задавал вопрос про Гроуф Стрит. Этот фрагмент я показывал в роликах, которые выходили аж 8 лет назад. Ну да, еще и Клода можно выбрать родителям в GTA Online. И он есть в архивах. Как-то так. А теперь проанализируем, как сложилась судьба Нико Белика. В игре есть две концовки. Какая из них каноничная, легко понять. Изучая интернет в GTA 5, как в социальной сети, Тевел Клинтон, кузен Франклина, ругает таксопарк Романа. А значит, тот жив. Соответственно, концовка с гибелью Кейт является каноном. Так что же делает Нико Белик после событий игры? Спустя какое-то время он решает залечь на дно. Об этом говорит Лестер. Ну и, собственно, Паки вспоминает о Нико. И, в общем-то, не знает, что с ним сейчас предполагает, что Нико даже мертв. Вполне вероятно, все-таки Белик остался в Либерти Сити и присматривает за своим братом. Однако не ведет криминальную деятельность. В GTA 5 также можно встретить отсылку в виде такого лиска, который шел в комплекте с игрой GTA 4. А также в этом баре можно увидеть фото Нико за рулем. Да, Кинг Дем предположил, что вероятно этот бар принадлежит Белик, но все-таки, мне кажется, никакого Нико Белика в Лос-Антесе нет и не было. Скорее всего, он остался в Либерти Сити. Ну и присматривает за своим братом, чтобы тот вел бизнес спокойно, ни о чем не переживал. Ведет себе жизнь простого гражданина. Никак не связывается с криминалом. Ну, в принципе, зачем это ему надо? Он заработал денег, отомстил, все свои цели выполнен. Ну и, конечно же, есть еще такая отсылка, что, во-первых, у Джимми на компьютере можно увидеть Нико Белика. Ну и, соответственно, можно увидеть Нико Белика отцом персонажа GTA Online. В общем, отсылок на Нико Белика много. И, как мы понимаем, скорее всего, он жив. А как сложилась судьба Джонни Клебеца, я думаю, не знает только ленивый. Закончил он свою жизнь под сапогом Тревора. Мне больше сказать нечего. Ждем GTA Online, когда появится обновление и выяснится, что Джонни выжил. Но такое может быть, да спокойно. И ведь этот мой ролик потеряет смысл. Но пока что канон Джонни умер. Ну, наверное, так будет пока что канон. Кто знает, куда еще Rockstar приведет тернистая дорога GTA Online. Правильно говорю. А как сложилась судьба Луиса Лопеса? Ну, у него уж точно все хорошо. На это указывает стол Тони Принца в GTA Online. Здесь мы можем заметить фотографию Луиса. Значит, он жив, здоров и управляет клубами в Либерти Сити. Кстати, мне очень понравилась теория канала Владиш Рисос. То, что Юсеф Амир все еще играет роль в жизни Луиса и Тони. И за счет арабских денег происходит расширение клубной деятельности на запад. Это действительно классная теория. И здесь я, конечно, выражаю огромный респект автору канала. Потому что эта теория, во-первых, логична. Во-вторых, она мне очень понравилась. И, в принципе, мне кажется, так оно и есть. Поэтому передаю еще раз привет. Ну что ж, теперь поговорим о Хуане Ли. Что же с ним стало? Хуан расширил влияние триады в разы. Вызов из Гонконга членов мафии своего отца. Затем захватил пизд на своих предыдущих боссов. Триады под его руководством стали крупнейшей группировкой на Востоке. Из-за его деятельности Liberty City захватила большая волна запрещенных веществ. Вероятно, продолжает вести криминальную деятельность и по сей день. Возможно, об этом мы узнаем в GTA 6, например. Может, он в Vice City прилетит. Все-таки хотелось бы увидеть еще раз этого персонажа. А то он в GTA 4 только в базе данных был. Ну и в своей самостоятельной игре. Теперь поговорим о GTA 5. Вот тут действительно все наглядно. Несмотря на то, что в игре три концовки, обновления GTA Online невольно указали, что вся троица осталась жива. Итак, Франклин. Он открыл свое агентство, в котором можно работать и выполнять задания. И на этих заданиях мы узнаем, что Майкл тоже жив. На это указывает вот эта фраза во время погони. Вероятно, он и так продолжает заниматься кино. А когда мы с вами покупаем ангар, мы узнаем от Рона, что Тревор жив и стал что-то типа тренера личностного роста. Скорее всего, завязал с криминалом, насколько это возможно. Ну что ж, большой город смог его покорить своей ненормальностью. Итак, какой итог? Как мы видим, не всех ждет хэппи-энд. Разумеется, я старался сделать такой более позитивный конец для всех, для кого возможно. Ну так, предположить, кто чем бы мог бы заниматься? Ну, конечно, все могло поменяться. Допустим, вот насчет Тревора, да? Хоть Рон и говорит, что он там стал военгудским таким чуваком. Ну, действительно, Тревор имеет деньги. Возможно, он понял, что хоть его жизнь сплошные приключения. Просто понял, что оно того не стоит. Хотя это сложно сказать. У Тревора, мне кажется, 7 пятниц на неделе. И он может в любой момент появиться в новом обновлении GTA Online. И сказать, что ж там, чудилы, идите отсюда прочь. Рон быстро ко мне. Такое может быть? Да, конечно, может, друзья. Так что мы, опять-таки, ждем возвращения Тревора в GTA Online. Майкла. Все-таки хотелось бы подробнее узнать, что с ними. Однако, по косвенным пасхалкам, мы хотя бы знаем, что они живы. Что касается того же, например, Карла Джонсона. Я почему уверен, что он жив? Чувак по-любому завязал с криминальной деятельностью. Все свои дела в криминале он мог завершить. И, в принципе, у него и так есть бизнес. У него есть доля в казино. Может, там надо, конечно, немножечко заигрывать с криминальными делами. Но делать поумнее. Что касается Версетти. Ну, ребята, как я понимаю, он по-любому уже такая огромная шишка в Vice City, что влияет на политиков, на всех. Это, в принципе, теперь его город. Если он не подсел на вещества и не стал таким, как Рикардо Диаса, то вполне возможно, что он жив. Ну, разумеется, про Виктора Вэнса мы с вами все прекрасно сами видели. Кто не Сеприани, почему Дон? Ну, мне так видится, потому что все-таки такой более авторитетный член Мафии. Сделал очень много для Леоны. Я думаю, другим Фиози его тоже уважают. Ну, и, вероятнее всего, только логичная вот именно кандидатура на роль Дона именно он. Ну, никак не Джоу. Джоу и все-таки такой более простой парень. Мне кажется, ему больше нравится заниматься какими-то легальными, полулегальными делами. Поэтому вот как-то так я все вижу. Что касается Клода, вот здесь, конечно, все очень сложно. Но, во всяком случае, мне кажется, ближайшие 3-4 года после событий GTA 3 он по-любому жив. А дальше, ну, всякое может быть. Но мне кажется, что, скорее всего, этот человек с криминалом не завязал, потому что, ну, ничего другого он просто не умеет делать. Если остальные персонажи нашли свою стезю в других отраслях, будь то кино, будь то какое-то семейное предприятие, например, в случае с Нико Беликом, да, вот есть семейное предприятие. В принципе, все проблемы решены, есть деньги, чтобы решать проблемы другие, которые будут появляться. Ну, в принципе, почему бы этим не заниматься и не залечь на дно, правильно? Я думаю так, Луис Лопес, там и так у него все было на мази. Ну, с Джоне так сложилось, сами прекрасно понимаете, почему. Всему виноваты, всему виной, точнее, вещества. Что ж, друзья, подписываемся на канал, ставим класс и оставляем комментарии, что вы думаете, какое ваше предположение. Всем спасибо за просмотр, пока, услышимся, увидимся в следующем ролике.